Фёдор Шаляпин, 1893 год. На обороте фотографии надпись «Дорогой, любимый на добрую память о её преданном и любящем Фёдоре Шаляпине». Чуть ниже «Ах, Ольга, я тебя люблю!» Евгений Онегин. Никто не знает, где сегодня этот снимок, возможно, его нет, как нет и той, которой он был подарен Шаляпином, Ольге Михеевой, но осталась её фотография, сделанная несколькими годами ранее во время учёбы в Петербургской консерватории. Песня «Ах, Ольга Михеева» Вот как описывает будущий великий бас свою первую встречу с Ольгой Михеевой в своей книге «Воспоминания. Страница из моей жизни». На одном из концертов пела барышня в пенсне с чёрными глазками, задорно вздёрнутым носиком, одетая в какое-то воздушное платье. Певица показалась не неземной красавицей. Её маленький гибкий голосок очаровал меня. Я аплодировал ей, забыв всё на свете, и ушёл с концерта в состоянии восторга. Певец пишет о романе с Ольгой, тлившимся до тех пор, пока он не уехал из Тифлиса, а уезжая, звал её с собой, но Ольга отказалась. Как пишет Шаляпин, мамаша Ольги была одержима желанием выдать её замуж за богатого армянина. Много лет спустя дочь выполнила такие её прихоть. Вышла замуж за владельца типографии в Тифлисе Якова Барсекова. В Тбилиси у Ольги осталась племянница, дочь брата Светлана Михеева. С начала 1900-х годов до конца своей жизни Ольга Петровна преподавала в Тбилисской консерватории. Это была своенравная женщина, об этом даже писал Шаляпин в своих воспоминаниях. В конце жизни у неё очень болели ноги, и в консерватории руководство разрешило ей преподавать, вести уроки у себя на дому. К советской власти Ольга Петровна испытывала неприязнь, но, слава богу, избежала репрессий, даже в этом не было замечено. Но зато судьба ей уготовила тяжёлую смерть. Её хватил удар, и сидя в кресле, она уже наблюдала, как у неё вытаскивали из её дома богатство, ноты, рояль. Она жила одна, и мы с мамой единственные родственники Ольги Петровны были. Но нам сообщили очень поздно, и мы сумели приехать только через час после похоронения. На каком кладбище она была похоронена, мы даже не знаем. Ольга Михеева скончалась в 1953 году, но успела прочесть воспоминания Шаляпина и была сильно уязвлена тем, что певец описывает их роман. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok